Он прекрасно помнит, где и при каких обстоятельствах ребенок разлил спиртное, но как вела себя девочка и просила ли она прекратить издевательство, папаша не заметил. По его словам, умысла убить ребенка, а первоначально вменяемая статья была именно о покушении на убийство, не было. Но Алексей Политаев душил 4-летнюю девочку около 30 секунд, пока его не оттащила бабушка девочки. Детская шея, если я не знаю, как, а я чего там сжимать. Ну, я был сильным. Напомню, он таскал маленькую Вику, как котенка, выражаясь его словами, за шкирку в присутствии всего семейства. Медики обнаружили на теле девочки многочисленные ушибы, ссадины и даже перелом. Я был пьяный, у нее воды платье. Мне не понравилось, я ударил. Взял за шкирку, отвел к матери. И в присутствии своей матери он набросился на ребенка еще раз, бросил его опять же на кровать повторно. Следственное было установлено, что в этот момент он сломал малолетнему ребенку руку по неосторожности, то есть причинил тяжкий вред, согласно заключению эксперта. В семействе было двое малолетних детей. Главное оправдание супруги Алексея Политаева – она боялась за себя и за второго малыша. Но вместе с тем готовилась стать мамой в третий раз. Если бы не медики, возможно и этот чудовищный случай остался незамеченным. Оказывается, двумя месяцами ранее папаша засунул девочке в рот часть светильника. Его раздражал детский плач. За нестандартные методы воспитания Политаев получил три года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.